Сегодня черный и позорный день в российской истории. Наше государство, когда-то учредившее ООН после победы над фашизмом в союзе с Британией и Соединенными Штатами, сегодня стреляло весь день по украинским городам в отместку за успешную операцию на Крымском мосту. Вся эта война от ее первого дня и до сегодняшнего сплошной позор для России. Это агрессивная война, Россия напала на Украину. Никого не защищала, ни от кого не защищалась. Напала. Война бессмысленная, не имеющая не то что причин, но даже поводов. Война, задуманная как предвыборное мероприятие. Война, проигранная, с десятками тысяч бессмысленных жертв. Но сегодняшняя массированная атака на гражданскую инфраструктуру Украины – отдельный позорный в ней момент. Момент, когда российское руководство, не способное добиться изменений на поле боя, не способное предотвращать украинские операции внутри России, решило мстить мирным жителям. Чем отличается удар по Крымскому мосту от удара по электростанциям Львовской области? Тем, что Крымский мост – это цель военная. По нему эшелоны с танками, техникой, боеприпасами и солдатами снабжают весь Южный фронт оккупационной армии. Поврежденный Крымский мост оказывает прямое и непосредственное влияние на боевые действия. А Львовская электростанция – это объект гражданский. Она никак не влияет на войну, не влияет на логистику, не связана вообще с введением боевых действий. Она просто питает электричеством дома, где живут люди. Я не люблю исторические аналогии, но сегодня хочу сказать об одном историческом факте. В первый раз отлаженная военная машина Гитлера по-настоящему сломалась, врезавшись не в советскую, а еще в британскую оборону в 1940 году. Взять страну сразу и с наскока агрессору не удалось. А второго шанса оккупировать Великобританию у нацистов уже не будет. Никогда. Они это прекрасно понимали, и Гитлеру лишь оставалось мелочно мстить британцам за то, что они отстояли свои острова. Накануне своего полного краха нацистская Германия успела принять на вооружение крылатые ракеты Фау-1 и баллистические ракеты Фау-2. По Британии было запущено более 10 тысяч Фау-1 и более 3 тысяч Фау-2. Гитлер отнимал у своей армии огромные ресурсы на производство и эксплуатацию этих ракет. Запуская их по Лондону, он ни малейшим образом не влиял на положение на фронтах. На каждый запуск сверхдорогой ракеты приходилось по несколько убитых мирных жителей. Это истощало ресурсы Германии, никоим образом не вредило британской армии, но зато делало британцев гораздо злее. Нет сомнений, что сегодняшние путинские ракетные удары будут иметь такой же эффект. Все признают Путина инфернальным злом, которое необходимо остановить. Его остановят. Вопрос лишь в том, сколько еще людей он успеет забрать с собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!